Начальная основа биомеханики. Посмотрите, вот меня человек захватил, взял на захват. Я буду работать под локоть, вытягивать его на себя и, допустим, за ухо. Или же, если у него есть волосы, я работаю на волосы и работаю на руку. И в дальнейшем я... Еще раз подведи. Я сейчас сделал правой рукой, я теперь левой рукой делаю. Развернись. Но всегда мы будем переключать внимание, чтобы его как-то расслабить. Удар идет по уху, подработал. Продолжая это его движение, вытягивая под локоть. В данном случае я его забрал нарушающий прием. Элементы, которые используют в дзюдо, в джиу-джитсу, в самбо, непосредственно сейчас болевые. Рассматриваем, держит на вытянутой руке. Вот вытянутая рука. И немножко задай мне какую-то силу. Вот человек может, смотри, покажу, он может вот так вот держать на дистанцию. И обычно, для чего как бы хватают, хватают. Еще драка не началась, а он схватил. Но есть большая вероятность того, что он мне нанесет удар. Как мы можем сработать, если он еще удары мне не наносит? И кто-то скажет, боксер скажет, что сейчас ему даст боковой удар. Кто-то скажет, нанесет удар в пах. Но данные удары будут превышение мер необходимой самообороны. Что мне нужно сделать? Мне нужно подработать. Очень быстро скрутить, сделать из руки его палку. Вот это движение, еще раз. Вот это движение, вытяжка. Одновременно с этой рукой идет вторая. И вот теперь я его вытягиваю на себя. И вот здесь образовалось плечо рычага. На это плечо начинаю работать. Дальше, после этого, я перевожу. И здесь идет болевой, или же здесь идет болевой удержание. И, давайте посмотрим. И, опять же,